Азербайджан является гарантом стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Именно Баку открыл новые возможности для разблокировки коммуникаций в регионе, решив многолетний конфликт, развязанный Арменией. Об этом CBC в рамках специального выпуска с Анастасией Лавриной заявила американский эксперт, специалист по внешней политике и международным отношениям Брэнда Шафер. По ее словам, итоги Второй Карабахской войны принял весь мир, ведь Азербайджан ввел войну на своей территории и в рамках правового поля. Война 2020 года между Арменией и Азербайджаном была первой межгосударственной войной 21 века. Все те, кто изучает эту войну, могут узнать много нового о том, как ведутся войны в этом столетии. С точки зрения технологий, эта война была между вооружением российского производства на стороне Армении и азербайджанского, турецкого и израильского на стороне Азербайджана. Во-вторых, это был первый случай, когда страна просто устала ждать действий со стороны ООН. Как вы уже сказали, Азербайджан терпеливо ждал исполнения резолюции на протяжении 27 лет. Но в итоге стало ясно, что другого выхода просто нет. За все эти годы армянской оккупации Азербайджан не стоял на месте. Страна активно развивала свою оборонную промышленность. Говоря о постконфликтной ситуации в регионе, Брэнда Шафер отметила, что в одном вопросе Ереван никак не может усвоить урок. Альтернативы миру в регионе нет. И последняя широкомасштабная провокация вооруженных сил Армении с 12 на 13 сентября на границе с Азербайджаном – наглядный тому пример. Невозможно говорить о территориальной целостности и мире, пока на территории государства остаются незаконные армянские вооруженные формирования. Этот вопрос должен быть незамедлительно решен. И второе – Армении, конечно же, выгодно видеть, как эти незаконные вооруженные формирования совершают различные преступления и провокации против азербайджанских военнослужащих. Согласно международному праву, да и в целом по логике, Азербайджан имеет право защищать и отстаивать свою территорию. Наличие этих формирований на азербайджанской территории противозаконно. Вы имеете право обеспечить свою безопасность любыми методами. В том трехстороннем заявлении вы уже дали возможность этим формированиям добровольно покинуть вашу территорию. Если они этого не делают, вы вправе решить вопрос другим путем. И пусть в Армении после этого не говорят о военнопленных. Эти люди – преступники, террористы. Раз в Ереване заявляют, что они не имеют отношения к этим вооруженным формированиям в Карабахе, тем более они должны рассматриваться только в качестве террористов, которые незаконно проникли на территорию суверенного государства. Продолжение следует...